МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько заработают, столько и потратят. Городской бюджет второй год подряд становится бездефицитным. Экономия должна быть. Программа энергосбережения пополнила Благовещенскую казну на 45 миллионов рублей. Релаксация вместо сон-часа. В детских садах Благовещенска предлагают дополнительные услуги. Об этом и многом другом вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске. В студии для вас работает Кристина Добровольская. Здравствуйте. Председатель Благовещенской городской думы Владимир Кобелев покинул свой пост и сложил с себя полномочия депутата. С 18 декабря он вступит в должность заместителя председателя правительства Амурской области. О своем решении поменять поле деятельности Владимир Кобелев заявил сегодня на очередном заседании городской думы. Занять постном предоправительство по внутренней информационной политике Владимиру Кобелеву предложил губернатор Преамурья Александр Козлов. Долго думать председатель думы не стал. Я считаю, что я справлюсь с возложенными на меня полномочиями по формированию внутренней политики и информационной политики в Амурской области. Это не громкое заявление. Я готов работать, готов сотрудничать, готов учиться. Напомним, Владимир Кобелев избирался в Гордуму трижды в 2005, 2009 и 2014 годах. С 2010-го бессменно занимал пост председателя представительного органа. Сегодня временно исполняющим его обязанности назначен Степан Попов. Займет ли он это кресло на постоянной основе решать депутатам. Голосовать по этому вопросу народные избранники, возможно, будут уже через неделю на внеочередном заседании думы. Бездефицитным и социально направленным стал бюджет Благовещенска на 2016 год. Сегодня главный финансовый документ утвердили депутаты городской думы. При ней не случилось, однако некоторые предложения народные избранники все же попросили учесть. Подробности у Ольги Туманис. Большую часть содержимого городского кошелька порядка двух миллиардов рублей в новом году потратят на социальную сферу. Половина придется на образование. На него денег выделили даже больше, чем в текущем году – на 100 миллионов рублей. Часть этих средств пойдет на содержание крытого катка и нового детского сада на 340 мест. Последние ведут в эксплуатацию в начале 2016 года. Несмотря ни на что, несмотря на то, что все-таки бюджет непростой, мы не отказались от содержания всех социальных детских, дошкольных, внешкольных систем и дополнительного образования. И прирастаем, и заложили в бюджет на следующий год именно содержание уже новых строящихся объектов, которые у нас планируются быть введены в начале года. Депутаты, в свою очередь, внесли ряд предложений. При получении дополнительных доходов на условиях софинансирования направить почти 13 миллионов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. От 14 миллионов 900 тысяч рублей на строительство и реконструкцию стадиона 14-й школы. И еще 15 миллионов на увеличение субсидий ГСТК. Проект бюджета, представленный администрацией, принимается в полной мере. Каких-либо изменений, сокращений от городской думы не поступало. В заключении КСП прозвучала сумма 15 миллионов, которые были направлены дополнительно на субсидии муниципальному казенному предприятию ГСТК для осуществления своих полномочий. Запланированные средства пойдут на возмещение затрат, которые предприятие понесет, благоустраивая дворы на округах, по просьбе жителей и депутатов. При формировании бюджета специалисты стремились так распланировать городские расходы, чтобы не увеличить муниципальный долг и не снизить зарплату бюджетникам. Не просто формировалась доходная часть бюджета, поскольку сложно было спрогнозировать ее. Тем не менее, мы постарались сформировать реалистичный бюджет. И, соответственно, доходы и расходы городского бюджета у нас равны и составляют 3 миллиарда 861,6 миллионов рублей. Как и в предыдущий год, бюджет у нас сформирован с параметрами нулевого дефицита. Ольга Туманес, Денис Лугов, программа «Город». 45 миллионов рублей удалось сэкономить городскому бюджету благодаря программе «Энергосбережение». Она действовала по всей стране и в Благовещенске в частности с 2011 по 2014 год. Во многих учреждениях продолжается и сейчас. Выгоду от проведенных мероприятий подсчитали на коллегии при мэре Благовещенска. 28-я школа – единственная в городе, в котором функцию экономии ресурсов продумали еще при проектировании. В спортивном зале и коридорах на третьем этаже есть особые слуховые окна, которые служат дополнением к искусственному освещению. А двери и окна в классах начали менять в 2011-м, когда стартовала федеральная программа по энергосбережению. Теперь экономят до 100 тысяч рублей в год. В 2011 году была установлена система по урегулированию тепла. Она работает так, что на улице тепло, соответственно, меньше топим. Прохладнее стало, соответственно, увеличивается. Таким образом мы работаем. Обязательно проводятся классные часы, на котором классный руководитель рассказывает о том, как нужно относиться к нашим ресурсам. В масштабах города экономия значительно больше. В рамках программы электрические неизолированные провода на улицах заменили на изолированные. Поменяли лампы накаливания. В уличных фонарях на энергосберегающие. В светофорах на светодиодные. Во всех бюджетных учреждениях установили приборы учета света и воды. Общий объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями снизился за 4 года на 29%, что позволило сэкономить 5 миллионов 700 тысяч рублей в год. Если сравнивать, раньше было потребление 89,7 тысяч гикокалорий в год, то сейчас 63,6 тысяч гикокалорий. На реализацию программы энергосбережения из городского бюджета потратили 32 миллиона рублей. Еще 427 миллионов в небюджетные средства. 45 миллионов в этом году вернули. Но основной эффект будет виден через 3 года, уверена мэр Благовещенска. Эффект, он не сиюминутный. Совершенно верно. То есть завершались все мероприятия еще в конце 2014 года. В этом году мы уже начинаем получать определенные результаты. Результаты мы увидим в полном объеме, наверное, когда завершим этот год. Валентина Калита призвала жителей города последовать примеру чиновников. Начать можно с малого. Установить в своей многоэтажке общедомовые приборы учета. Пока в Благовещенске это сделали всего 38% собственников. Кристина Добровольская, Денис Лугов, Михаил Величкин. Программа «Город». И к другим темам. Сегодня в 18.00 по местному времени стартовала традиционная пресс-конференция президента Владимира Путина. Одиннадцатая по счету, она еще до начала стала рекордной. В ней приняло участие небывалое количество российских и зарубежных журналистов. 1 392 человека. В прошлом году было на сотню с лишним меньше. Три десятка аккредитованных представителей СМИ с Дальнего Востока. Редакция «Амурской правды» подготовила президенту вопрос о снижении энерготарифов. Журналисты Приморья поинтересуются саммитом АТЭС и налоговой системой. Главными темами пресс-конференции планируется станут социально-экономическая проблематика и международная обстановка. Научиться нетрадиционным методам живописи и отдохнуть у моря, не выходя из детского сада. Эти и другие услуги дополнительного образования предлагают городские ДОУ. Самый широкий ассортимент платных занятий в прогимназии. Подробности в сюжете. Глазки мы с тобой показывали, что вот таким способом нужно. И пальчиком. Вот красивая прическа. Рисовать пальчиками на песке, делать аппликации из крупы макарон и прочих подручных средств не только увлекательно, но и для здоровья полезно, уверена Ирина Пакулова. Нетрадиционным видом живописи она учит дошколят два раза в неделю. Длятся занятия до 25 минут. Больше нельзя. У детей рассеивается внимание. Вот на днях малыши приходили, зубные щетки. Они, о, зубные щетки. А что с зубной щеткой? Конечно, наброски, рисовать можно зубной щеткой. Нитки были у нас, ниткография. Очень много сейчас вот этих техник. И детям очень нравится. А это урок английского языка. У дошколят он проходит в форме игры. В преддверии Рождества учитель облачилась в ангела. Так интереснее. И ребята быстрее запомнят название елочных украшений и рождественское поздравление на английском языке. Крисмас три. Дикорейнчанс. Флейнсанс. Мэри Крисмас. После занятий релаксация в соляной пещере. Час, проведенный здесь, приравнивается к трем дням отдыха у моря. Микроклимат с частичками ионов натрия – отличная профилактика аллергии, респираторных и лорзаболеваний. Вместе со всеми вышеперечисленными в прогимназии действуют шесть дополнительных платных секций. С полным их перечнем можно ознакомиться в образовательном учреждении. Родители знакомятся с этим перечнем, составляют договоры. Плата преемственная для родителей в пределах четырех тысяч в месяц. Каждый родитель имеет такую возможность посетить платные образовательные услуги для дошкольников, посмотреть, чему обучилась их чада, посмотреть плюсы, минусы. 25-летний юбилей отмечает Пенсионный фонд России. Ныне крупнейшая федеральная система была создана в декабре 1990 года. Поздравить сотрудников ОПФР по Амурской области сегодня приехала мэр Благовещенска Валентина Калита. Вы напрямую работаете с теми людьми, которые требуют к себе внимания, которые не терпят неправильных ответов, которым нужно применить и терпение, и мудрость, и уважение. Лучшие специалисты фонда получили благодарственные письма от мэра города, губернатора области Александра Козлова и законодательного собрания. Мы сегодня открываем музей отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, который, по сути, отражает историю развития пенсионной системы нашей страны. К торжественной дате приурочили и открытие Пенсионного музея. Он собрал более 300 экспонатов из архива фонда. Самые старые документы, датированные началом 20 века, это аттестаты, которые раньше заменяли трудовые книжки, и пенсионные удостоверения старого образца. Специалисты уверены, их коллекция продолжит пополняться. Двое благовещенцев, один из которых несовершеннолетний, получили реальные сроки за распространение наркотиков. Наркополицейские задержали друзей спустя несколько месяцев с начала противозаконного бизнеса. Закупкой и поставкой гашечного масла занимался 32-летний горожанин. Искал покупателей и продавал наркотик его 16-летний товарищ. Свою вину парочка признала сразу. Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы. А его младший подельник будет отбывать в колонии общего режима на год меньше. Благовещенский пауэрлифтер Юлия Вахтерова привезла домой 7 мировых рекордов. На международном фестивале «Носорог ПРО-7» спортсменка Дюймовочка подняла вес в три раза превышающий ее собственный. Побить чужие и собственные рекорды в жиме и тяге 47-килограммовой Юлии Вахтеровой удалось на фестивале в Курске. Лежа она поднялась 73 кило. Затем 75, 77,5 и 80. Преуспела спортсменка и в становой тяге – 132, 140 и 147 килограммов. О том, что вот-вот свершится рекорд, мыслей не было. Там нет никаких чувств, ни эмоций. Просто выполняешь, стараешься, когда выходишь на помост, чтобы ничто не отвлекало тебя от выполнения. Вот именно, чтобы сделать все технически верно. Маленькая ошибка и рекорд уже не покорится. А после, ну, облегчение радости и планы на будущее за следующим рекордом. Ошибки тоже были, признается спортсменка. Поставить четвертый рекорд в тяге не удалось. Попытку вытянуть 150 килограммов жюри не зачло. Сейчас девушка готовится к Кубку России по пауэрлифтингу. Он состоится в феврале в Благовещенске. Актеры театра «Дебют» подарят Благовещенцам новогоднее настроение. На сцене у КЦ они покажут музыкальную сказку «Щелкунчик». А наша телезрительница сможет насладиться представлением бесплатно. Участница рубрики «Лишний билетик» Юлия Дорофеева правильно ответила на вопрос, как зовут главную героиню сказки. Разобраться в этом ей помогла дочь и всемирная сеть. Пойдет на сказку вместе с младшим сыном. Вообще мы смотрим и ждем рубрику «Лишний билетик». Часто участвуем. И откуда узнала, у дочки спросила. Она говорит, вроде бы как Маша. Но я в интернете думала убедиться. И там написано «Мари». Иногда не рассчитываем на интернет сами. Стараемся угадать. Но в этот раз решила все-таки посмотреть в интернете. Я подумала, что уже много времени прошло. Но оказалась первой. У благовещенцев есть три шанса увидеть сказку. Ее артисты представят 26 и 27 декабря, а также 4 января. Несколько тысяч иголок держит в доме благовещенка Наталья Кричкова. И это никакая не коллекция, а достояние ее домашних питомцев – семи африканских карликовых ежей. Почему колючие фыркают и чем питаются на самом деле, решила разузнать наш корреспондент. Карликовый африканский еж, выведен от белобрюхого ежа, в природе не живет. Колючий двуцветный малыш – на самом деле самодостаточный взрослый мужчина. В доме Натальи Кричковой живет уже два года. Орликин – не первый и не единственный питомец благовещенки. Встретиться и полюбить игольчатых три года назад женщине помогла работа. Работала в зоомагазине. Соответственно, все животные, которые прилетали в Благовещенск, буквально через нас проходили. И ежей тогда, в принципе, никто практически не заводил. Ну и интересные мультяшные зверюшки. И между собой они общаются, кстати, уровнем как ультразвука. То есть такой писк интересный. То есть ни кошка, ни собака, не гавкают они. Единственное, что они фырчат. А фыркают они в основном от страха перед незнакомцами. Вот эта ежиха – дама бальзаковского возраста. Увидев нас, превратилась в колючий шар. В себя пришла только в собственные клетки, завидев миску с кормом. Кстати, сейчас вы очень удивитесь. Мы развеем главный миф об этих милых персонажах. Вот Сутеев придумал, что носим грибочки, яблоки. Смотрится красиво, необычно. На самом деле ежи никогда с великой голодухи это есть не будет. Некоторые, кстати, кормят ежей натуралкой, то есть не сухим кормом. Это нежирный, допустим, телячий фарш. Туда можно подмешать ту же морковку, там ту же яблочко. Да, то есть, ну, мои, к примеру, сколько я пробовала, мои вообще отказываются. Вот лучше жука съедят. А жука съедят с большим удовольствием. У них в рационе импортные германские сверчки, богатые белком. В остальном – ежи не привереды. Шум и неприятный запах тоже не про них, рассказывает заводчица. Для этих колючек нужна лишь клетка, поилка, колесо, сухой корм для котят и наличие лишних 5000 рублей на покупку питомца. Своего хозяина ночные активисты будут радовать до 10 лет. Кристина Коширина, Михаил Величкин, программа «Город». И на сегодня у меня все. Напоминаю, что наши новости всегда доступны на сайте tv-город.рф. Звоните к нам в редакцию по телефону 524202. Приятного вам вечера и до встречи в эфире. В пятницу 18 декабря в Благовещенске утром 16 градусов мороза. Солнечно. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Днем также ясно. Минус 11. Ветер изменит направление на западное. Вечером погода неизменна. Только похолодает до 15 градусов ниже нуля. Ночью мороз еще крепче. 18. Ветер западный. Осадки маловероятны. Холодно ставить окна? Только этой зимой. Теплый монтаж окон в компании «Хоуммастер». Совершенно бесплатно. 533-777. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова